История Копейска насчитывает более ста лет. И в городе еще остались деревья, посаженные первыми поселенцами. Если в вашем дворе имеются ветхие тополя или другие породы, нужно написать заявление в администрацию. Когда поступит письмо в отдел экологии, мы рассмотрим это заявление, выйдем на место и определим, аварийное это дерево, подлежит оно сносу или опиловке. Дерево, которое имеет наклон более 30 градусов, считается аварийным. Деревья, которые уже изъедены, когда кора деревьев нарушена, это видно, или усыхающие деревья, где половина деревьев, как говорится, высохла уже. Эти деревья считаются аварийными. В этом году на снос зеленых насаждений отделом экологии было выдано 69 разрешений. Работами на месте обычно занимаются специализированные организации или управляющие компании. Мы принимаем заявки от жителей на снос ветхих аварийных деревьев, затем составляем план работы на год. Этот план согласовывается с экологией по сносу деревьев, и затем мы поквартально сносим все деревья. Сначала выписывается наряд допускного выполнения этих работ, огораживается территория. Отключаем напряжение, сносим дерево, начиная, конечно, с макушечки и пошли на основание. Снос ветхоаварийных деревьев происходит, как правило, в экстренном порядке, вне графика. Здесь сложность в том, что проходит линия электропередач, приходится ее отключить, снять провода, и так же стоят машины, мешают производству работы. На поиск владельцев машин уходит много времени. Еще один опасный момент создают пешеходы, которые игнорируют ограждение и идут прямо под работающим на дереве пильщикам. На любой двор заезжайте, то же самое. Огородище, все, все равно люди идут. Сами пильщики соблюдают технику безопасности по инструкции. Ведь при сносе деревьев не всегда можно предугадать, как себя поведет тот или иной ствол. Каску одеть, ремень, бензопилу, конечно, заправить и сесть в люльку и пристегнуться. Я смотрю, как бы, чтобы лучше было пилить, удобнее пилить, чтобы не мешало. Ветхие деревья могут упасть и сами. В мае мы уже показывали сюжет о том, как на улице Гастелло обломившаяся ветвь Тополя чуть не упала на школьников. О сносе высохших зеленых насаждений мечтают и жители других улиц. По борьбе дальше можно тоже сносить, потому что, ну, уже все старое. Ветки висят над проводами. Я ходила к Истомину, встретила его, повела его, показала ему, что надо срезать вот эти вот дерева. Вот два с одной стороны, два с другой. Ну, как бы между ними еще есть хорошие. Два срезали, а два нет. Так и стоят мертвые. За разрешением на снос деревьев необходимо обращаться в городское управление по имуществу и земельным отношениям. Кабинет 204. В заявлении нужно написать расположение объекта и оставить свои контактные данные. Продолжение следует...